Денис, приветствую тебя. Традиционный эфир, фундаментальный анализ. Делимся нашим видением ситуации, которая в моменте сложилась на финансовых рынках. Наконец-таки мы дождались этих выборов в США. Правда, они начались еще, это громко сказано, отдельные голосования проходят еще в самых, скажем, ранних по часовому поясу в Штатах, но все-таки результаты будут еще не скоро. И вопрос как бы тебе, Денис, ты как думаешь, может ли случиться повторение ситуации 2000 года, когда на подсчет голосов, на разбор всех спорных нюансов, на разбирательство того, кто победил, а кто нет, ушло целый месяц. Ты как считаешь, быстро ли мы узнаем имя следующего президента США? Ну, естественно, будут еще провокации, тем более, сейчас читал по хроникам многие владельцы магазинов, особенно мелких магазинчиков, заколачивают свои окна и двери, вешают надписи. Здесь грабить больше нечего, то есть готовятся к массовым беспорядкам, это означает, что такие разнонаправленные настроения все-таки сейчас преобладают именно у жителей США. Я по-прежнему все равно больше склоняюсь к варианту Трампа, считая, что он самый достойный был из всех президентов, которые вот именно правит не просто бла-бла, а вот конкретно берет и делает, как на место Китай поставил, наблажив их пошлинами. Поэтому я все-таки больше склоняюсь за него и касательно повторения ситуации 2016 года, я очень хорошо помню, что происходило в 2016 году, как переломные были моменты, как рынок на это реагировал самое главное, потому что движения, особенно ночью, были просто сумасшедшие. Поэтому я бы лично призывал вообще сегодня особо не торговать, если торговать, то очень уменьшенными размерами, потому что основные движения, как правило, будут приходиться именно в ночь, сегодня на завтра, когда мы все будем спать. Поэтому лучше, конечно, этот момент просто переждать, пересидеть, а потом уже действовать. На самом деле очень правильная рекомендация. Я, друзья, всем вам советую к ней прислушаться. Я разделяю такую же точку зрения и считаю, что в такие моменты безумной волатильности самое лучшее это, как говорят, сидеть на заборе, смотреть за тем, что происходит со стороны, разбираться вот это на основном фоне. Потому что прежде чем рынок покажет конкретную трендовую динамику, поверьте, настроение изменится миллион раз за очень короткий промежуток времени, поэтому мы увидим серьезный разброс по волатильности, что рост, что падение всех инструментов, которые представлены на финансовых рынках. И правильно Денис отметил, в 2016 году ситуация была очень похожая. То есть Трамп и Клинтон подошли к выборам с примерно похожим разрывом в голосах, как сейчас, и все тогда прочили победу Клинтон. То же самое сейчас предпочтение якобы электората в сторону Байдена. Байден лидирует шансов у него больше стать президентом. Но я все-таки склонен полагать, что Трамп вполне достойная фигура, чтобы пойти на второй срок. И если бы у нас была возможность сейчас опустить вот эти нюансы, связанные с пандемией, мы бы с вами могли легко оперировать тем, что при Трампе американская экономика что ли раскрылась. И мы увидели те показатели, в том числе экономического роста, производственного сектора, сферу слуха, у которых, наверное, она достойна. Ни один президент за последнее время таких результатов не добивался. Поэтому нужно отдать должное действительно Трампу. Волотенец будет бешеной. Я сегодня даже предлагаю, Денис, как бы не распыляться на большое количество финансовых инструментов. Сегодня давай какую-нибудь, ну, одну-две максимумы. Это идеи по тем инструментам, которые за большую долю вероятности покажут какую-то конкретную определенную тенденцию. Вот можно перейти к демонстрации экрана. Давай начнем традиционно с меня. Давай. Так, пошла демонстрация. Да, видно график? Денис, график видно? Сейчас грузит. Да, да. Отлично. Отлично. Друзья, сейчас на ваших экранах вы видите график индекса доллара, который наконец-таки пошел вниз после теста сопротивления 94 пункта. Много раз мы вам с Денисом как раз рассказывали, обрисовывали перспективы этого инструмента с точки зрения только лишь снижения из-за грядущих мер экономического стимулирования. Ждали мы их очень долго. Они, к сожалению, до выборов так и не последовали. Сегодня, разумеется, мы фокусируемся только лишь на президентской гонке и прекрасно понимаем то, что к этим мерам экономического стимулирования вернуться чуть позже. По индексу доллара все-таки, на мой взгляд, то, что мог выиграть и получить бакс для себя, он уже получил. То есть трейдеры сейчас сохраняют выжидательную позицию, не лезут в рынок, делают акцент на ситуацию с ковидом, политическую неопределенность. Это вроде бы как фактор поддержки для защитных инструментов. Ну, больше в плане роста индексу доллара, американской валюте, в принципе, полагаться не на что. Как только мы разберемся с именно политическим фоном, я думаю, что несколько дней и более-менее станет ясно все-таки, кто займет Белый дом уже в следующий срок. Дальше идея о приоритете будет мер экономического стимулирования и, опять же, ожидание того, что это повлияет на американскую валюту. Я даже конкретных сегодня уровней для сделок давать не буду, просто еще раз подтвердив свою прошлую позицию, рекомендую, друзья, присматриваться к шортам прямо хоть с текущих значений. Если хотите, можете дождаться более, скажем, выраженного развития нисходящей динамики и там шортить уже поближе к отметке 93 пункта и дальше. Ну, тенденция и тренд будет нисходящим. А вот что касается другого актива, на который, обращая внимание, это золото, которое мне на прошлой неделе очень не нравилось. Странно было видеть, конечно же, из-за всего того новостного фона, который сложился в агрессивной распродаже, всего рынка драгоценных металлов и золота фактически коснулось отметки 1860, вот откуда последовало восстановление. Сейчас 1895 и мы растем уже второй день подряд. Я думаю, что чем неопределенней сегодня будет ситуация по факту выборов. Ну, например, завтра мы, например, будем работать с фоном относительно того, что спорные результаты, минимальный отрыв, повторный подсчет голосов, какие-то претензии демократов, республиканцев относительно тех бюллетеней, которые были и будут поданы по почте. Это то, что может позволить вырасти только одной категории инструментов, это облигации и рынка драгоценных металлов. Очень рассчитываю на то, что золото сейчас начинают как раз выкупать, исходя из подобных же ожиданий. Для тех из вас, друзья, кто присматривает сейчас к позициям, вот, пожалуйста, могу порекомендовать отложку Байлимица уровня 1890. Это как раз уровень, где проходит скользящее среднее с 37-го периода. Много раз я говорил, что для меня этот технический индикатор имеет очень большое значение. Он хорошо себя показывает именно в отработке сигналов. И ставить уже, как рекомендовали Сити и Джипи Морган, на движение в районе 1950 уже до конца этой недели. Денис, ну, конечно, мы с тобой в четверг посмотрим, как там рынок и где будет. Ну, я думаю, что вполне возможно, что золото может дорасти даже до этих значений. Короче, индекс доллара – позиционное снижение. И предлагаю сейчас работать только лишь с защитным золотом из-за того, что фон такой непредсказуемый. Слово тебе передаю. Так, слово взял. Показ рабочего стола сделал. Итак, касательно индекса долларов. Значит, ситуация следующая. Вспоминая, опять-таки, прошлые выборы от 2016 года, как происходили движения, когда были выбросы сделаны в обе стороны. И с учетом того, что у нас все-таки по индексу баксов было сделано вот на четырехчасовом графике перекрытие вверх, я склоняюсь к варианту, что вверх все-таки добой – это в идеале. Если вверх добой сделают, то тогда у нас с очень большой вероятностью будет потом мощнейший обвал вниз. Но единственное, что вот с текущих уровней, ну, честно, тут как повезет. Потому что я уже просматривал, по объемам здесь пустота, абсолютно ничего нет. То есть сейчас даже я не вижу, чтобы крупняк где-то здесь как-то активничал. То есть все выбрали просто выжидательные позиции. И фактически вот сейчас цена подходит к ближайшей только зоне покупателей. От нее запросто могут дать реакцию. Опять-таки, это движения новостные. Движения могут быть истеричные. Потому что, снова-таки вспоминая 2016 год, как вначале выигрывали демократы по подсчетам. Потом ситуация переломилась в сторону республиканцев. Соответственно, у нас на графике появилась огромная просто тень по индексу доллара. И все двинуло в обратную сторону. Поэтому, честно, я в личном торгах сейчас участвовать не буду. Но, тем не менее, если где-то в район 95 попытаются добить, то это именно та область, от которой можно будет максимально так люто шортить. Поэтому мне бы хотелось, конечно, видеть этот добой, это чисто вот такой спекулятивный. А потом уже с точки зрения продолжения среднедолгосрочного движения, я полностью согласен, что движение вниз у нас будет в приоритете. Единственное, я просто жду какую-то пакость в виде вот такого выброса, а потом действительно вниз. Что касается золота, здесь у меня чуть-чуть другое мнение. Я в целом склоняюсь к его росту, но это больше на долгосрочный период. Но касательно именно текущей ситуации, на прошлой неделе у нас появилось очень мощное проталкивание вниз. И при этом у нас основные объемы сосредоточены именно вверху, вот здесь. Да, частично отсюда снизу выкупали, вот это видно под точным объемом. Поэтому здесь я показал, что движение запросто может быть в районе приблизительно 1905 примерно. И потом по аналогии с индексом доллара нам могут дать ретест. Ретест вниз, а затем уже полноценный рост выше. То есть уже в дальнейшем рост примерно по такой схеме. Сейчас как таковых у нас объемов тоже здесь нет. То есть это декабрьский текущий контракт. Мы видим, что объемы просто на мизере. Реально они мизерные, растут на очень-очень мелких объемах. Это как бы так себе, не очень хорошо, мягко говоря. Поэтому я думаю, что ретест здесь все-таки дадут. И буквально пару слов по поводу индекса S&P 500. Здесь у меня что на прошлой неделе тоже показывалось с этой области. Ближайшую поддержку здесь цена смогла пройти в районе ДПОКа. Осталось внизу вот здесь. Поэтому я очень оптимистично смотрю на фондовые рынки США. Сейчас вот такая волна неопределенности закончится. И уже после этого, соответственно, мы продолжим рост. В любом случае, на это очень многие факторы указывают. И плюс ко всему у нас, как правило, декабрь после выборов. Это такой самый агрессивно растущий месяц из всех по статистикам, которая была за прошлые предвыборные годы. Поэтому S&P 500 достаточно оптимистично смотрится. Если он действительно вверх, то индекс доллара ничего другого не останется, как достаточно мощное падение. Но в моменте может быть ночная вот такая вот спекуляция. Поэтому я в этом плане очень осторожен. Если ее не будет и просто перекроют вниз, ну супер. Тогда будем сразу работать на продаже по более спокойному сценарию. Так что такое мое мнение на сейчас. Но это все равно как игра в рулетку на самом деле. То есть в четверг будет уже более-менее действительно понятно, так это или нет. Так что я бы лучше предложил немножко, ну пару дней там переждать ничего страшного. Не случится такую небольшую непогоду. Денис, спасибо тебе за точку зрения. Вот в моменте, как ты говорил, открыл я 16-й год, выборы прошлые по евро-доллару. Ситуация была последующая. То есть, что вот в тот момент, как мы сейчас буквально готовимся к этим выборам, совсем несколько часов, можно сказать, до полноценного прихода на рынок данных экзит-полов, евро-доллар вырос внутри дня на 200 пунктов сначала, а потом на 400 провалился. Там даже больше. Он провалился, насколько я помню, почти на 800, если сверху. Я внутри дня говорю буквально. Там, да, тенденция была нисходящая в течение, вот смотрю, месяца с копейкой, и тогда, да, почти на 1000 пунктов евро шел. Поэтому, друзья, видите, история, в принципе, скорее всего, повторится. Такого рода события – это серьезный триггер, новостные рынки будут раскачиваться. Поэтому имейте в виду, даже если вы уверены в том, что актив должен себя повести вот так, как вам кажется, он легко может дать обратную динамику сначала на 200-300 пунктов, а потом пойти туда, куда вы думаете. Поэтому еще раз обратите внимание на тот объем в отношении к вашим депозитам, с которыми будем работать, чтобы не получилось и акции, скажем так. Денис, ну что, давай тогда следить за выборами. Тебе тоже удачной торговли, если ты все-таки рискнешь и попробуешь залезть в каком-нибудь инструменте, профит тебе, конечно, за четверг поговорить. Я пока акции поддержу лучше. Ну все тогда, до четверга. Пока. До четверга. Удачи нам всем. Пока-пока.